Первый слой. Кожа. Номер один. Второй слой. Подкожно-жировая клетчатка. Номер два. Которая в области молочной железы у женщин называется примамарной. Отсутствует в зоне ореолы. Далее идет поверхностная фасция. Номер три. Которая в области железы расщепляется на два листка и образует капсулу молочной железы. От нее в толщу железы отходят перегородки. Номер четыре. Которые делят железу на дольки. Каждая долька состоит из железистой паренхимы. Номер пять. И выводного протока. Номер шесть. Между дольками находится второй слой клетчатки. Интрамамарная. Номер семь. Позади железы находится третий слой клетчатки. Ретрамамарная. Номер восемь. Обеспечивающая подвижность молочной железы. Далее располагается собственная фасция. Номер девять. Покрывающая большую грудную мышцу. Номер десять. Позади мышцы находится клетчатка. Номер одиннадцать. Называемая поверхностным субпекторальным клетчаточным пространством. Глубже залегает ключично-грудная фасция. Номер двенадцать. Образующее влагалище для малой грудной мышцы. Номер тринадцать. За мышцей находится глубокое субпекторальное клетчаточное пространство. Номер четырнадцать. Далее расположен, собственно, межрёберный промежуток. Представленный двумя соседними ребрами. Номер пятнадцать. И расположенными между ними наружной и внутренней межрёберными мышцами. Номер шестнадцать. Межрёберным сосудисто-нервным пучком. Номер семнадцать. И небольшим количеством клетчатки. Расположение элементов сосудисто-нервного пучка. Сверху вниз. Вена. Артерия. Нерв. Мнемоническое правило. ВАН. По внутренней поверхности рёбер идёт внутригрудная фасция. Номер восемнадцать. Ограничивающая грудную полость. И посредством околоплевральной клетчатки. Номер девятнадцать. Рыхло-соединённая с паритальной плеврой. Номер двадцать. Далее идёт висцеральная плевра. Номер двадцать один. Плотно сращённая с паринхимой лёгкого. Номер двадцать два. Между париэтальной и висцеральной плеврой находится узкая капиллярная щель. Плевральная полость. Номер двадцать три. Содержащая небольшое количество серозной жидкости. Редактор субтитров А.Семкин